МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это городские новости Челябинска в деталях. В студии Номельникова. Здравствуйте. И вот основные детали этого выпуска. Ген-директор компании Гринфлайт встретился с губернатором. Я убедил Борису Александровичу, что задержек больше не будет, что дольщики получат квартиры все вовремя, в срок. Дольщикам Паркового, по всей видимости, можно не беспокоиться. Будет красиво и мелодично. Челябинцам презентовали объемную модель поющего фонтана. Ошибок быть не должно. Происходит совмещение точек на МРТ, КТ-изображении, и непосредственно черепа пациента, благодаря вот этим датчикам инфракраса. Медики освоили навигатор по человеческому телу. За спасение Челябинский приют для бездомных животных «Я живой» получил национальную премию. В поддержку братского народа в Челябинске продолжаются пикеты, посвященные событиям в Украине. Сегодня свое мнение по поводу происходящего выразила одна из политических партий. Никаких призывных лозунгов и речевок. Тихо, но уверенно обозначить свою позицию вышли десятки активистов одной из политических партий. Поддержка именно духовная. Она связывает духовное родство. Мы один практически народ. Украинский, великоросский, белорусский и так далее. Мы представляем одну великую нацию. Как поясняют организаторы пикета, главной его целью стал сбор подписей в поддержку украинского народа. О свое обращение челябинцы планируют направить в президенту России, председателю Государственной Думы и Совета Федерации. В Челябинске презентовали объемную модель поющего фонтана. Он заменит прежний, который расположен в сквере перед драмтеатром. Кроме того, композицию дополнят музыкальной и светотехникой. Видео с 3D-моделью представила администрация Челябинска. Туда несколько авторских групп присылали свои проекты, из которых был выбран лучший. Согласно задумке, вместо старой бетонной плитки появится натуральная из гранита, а фонтан будет полностью заменен на новый. Композицию украсит цветом музыкой. Совсем скоро проект вынесут на публичное слушание. В случае одобрения, такую красоту жители города увидят уже в конце лета. Большой город крупным планом. Новости одной строкой прямо сейчас. И снова самая. Ирина Гехт второй год подряд признана влиятельнейшей женщиной Южного Урала. К такому выводу пришли социологи из регионального филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Согласно рейтингу, второе и третье места по степени влияния в области занимают министр экономического развития Лена Мурзина и председатель избирательной комиссии региона Ирина Старостина. Готовим градусники и лимоны. В Челябинской области введен карантин по гриппу. Соответствующее постановление накануне подписал главный санитарный врач региона. По данным организации, рот заболеваемости отмечен во всех возрастных группах. А уровень возникновения случаев гриппа и ОРВИ превысил эпидпорог более чем на 15%. Опять потрясет. В середине марта на полигонах Челябинской и соседних областей пройдут боевые стрельбы, по итогам которых будет определен лучший артиллерийский расчет округа. По информации агентства Уралпрессинформ, в ходе тренировок израсходуют более 11 тысяч крупнокалиберных снарядов ракеты Мин. Налетая терапесь в Челябинске прошел предпродажную подготовку Белл-429, более известный в народе как вертолет Юреевича. Как сообщает агентство «Доступ», машина подготовлена к продаже, а в областном фонде имущества ждут звонков от интересующихся. Быстро и точно челябинские хирурги взяли на вооружение метод компьютерной навигации. Прибор сканирует организм и составляет его трехмерную модель. По ней подсказывают хирургу, как лучше добраться до поврежденных тканей. Аппаратура ультрасовременная, медики еще только привыкают к такой системе. Однако одну успешную операцию уже провели. На очередной побывал наш корреспондент. В операционное отделение нейрохирургии областной клинической больницы кипит работа. Пациенты удаляют опухоль на мозге. Для большей точности применяют вот этот аппарат. Своеобразное ноу-хау в челябинской медицине. Он сделал трехмерную модель головы пациента и теперь показывает врачу точное местоположение как опухоли, так и хирургического инструмента. Происходит совмещение точек на МРТ, КТ-изображении, и непосредственно черепа пациента благодаря вот этим вот датчикам инфракрасным. Они крепятся, такой же точный датчик крепится на каждый инструмент. В Челябинске уже две больницы используют подобные навигаторы. Достижения технического прогресса позволяют докторам гораздо эффективнее проводить операции. Если раньше приходилось искать буквально на ощупь, то теперь прибор показывает все, причем с невероятной точностью. Чрезвычайно важно при хирургическом воздействии, при нейрохирургическом воздействии, именно точечное воздействие с пониманием, с пониманием, куда, в каком месте, на каком уровне, на какой глубине необходимо влияние и воздействие самого хирурга. Цифровой беспроводной навигатор по человеческому телу показывает в четыре раза более детализированную картинку, чем его проводные аналоги. Врачи отмечают, что такое оборудование позволит успешно проводить самые сложные на сегодняшний день внутричерепные операции, а также вмешательство на спинном мозге. Александр Куликов, Георгий Крысанков, СТС, Челябинск. Больше никаких обманутых дольщиков. Борис Дубровский всерьез взялся решить вопрос с застройщиками-должниками. Сегодня губернатор Челябинской области встретился с одним из них – девелопером микрорайонов Парковой и Академ-Сити компанией Greenflight. В беседе с гендиректором компании глава региона затронул вопрос планов строительства жилья и порядок ввода в эксплуатацию уже имеющегося. По словам Сергея Мануйлова, в 2013 году в Челябинске эта цифра составила 210 тысяч квадратных метров. В текущем планируется еще 280 тысяч. Не обошлась встреча без острых тем и проблемных вопросов, а именно задержка сдачи нескольких домов в микрорайоне Парковой. Уверен, что я убедил Бориса Александровича, что задержек больше не будет, что дольщики получат квартиры все вовремя, в срок. Это основная проблема, которую действительно заботит Борис Александрович, чтобы люди не чувствовали себя обманутыми, чтобы они действительно получили квартиры в срок и вовремя. Не спорить с решениями Минфина и побольше информировать. Борис Дубровский провел очередное совещание с главами городов и районов области. Губернатор, как уже повелось, активно выступал в дискуссии, рассуждал вслух и шутил. Но, несмотря на лояльность, исполнение многих решений потребовал уже в ближайший месяц. О чем говорили, наш корреспондент расскажет. Министр образования докладывал, как идет повышение зарплат педагогам. Оказалось, что все вполне оптимистично. Показатели выросли по зарплате и по обеспеченности кадрами. Председатель правительства Сергей Комяков внес нотку сомнений в позитивный доклад коллеги. Минфин рекомендовал отправлять на повышение зарплаты не менее 30% от оптимизации образовательных учреждений. У нас эта цифра существенно ниже. И, по мнению Александра Кузнецова, добиться ее не совсем реально. То есть вы сомневаетесь в компетенции этих федеральных органов? Борис Александрович, я могу доказать это и федеральным органам, и любым другим, что 3% получить экономия зарплаты... Давайте лучше докажем свою компетенцию тем, что сделаем это. Министр не стал спорить. Согласился, при некоторых поправках способы исправить ситуацию на самом деле есть. Я вот вижу ресурс, существенная экономия в системе управления образованием. И, на мой взгляд, здесь требуется нам потрудиться вместе с главным муниципалитетом. Министр Тупикин рассказал губернатору о новом голландском аукционе. Это когда участки застройщикам дают бесплатно, но получают его те, кто предложит самую низкую стоимость квадратного метра. Дубровский просил побыстрее опробовать новый способ, а еще обратить внимание на ситуацию с многодетными семьями. Дело в том, что выделяемые им участки под строительство собственники активно продают. По мнению Дубровского, сама идея в этом случае теряет смысл. Мы проведем, безусловно, анализ, и на основании этого анализа будут сделаны соответствующие выводы. В том числе и, может быть, какой-то возможной поддержки муниципальными образованиями этих многодетных семей, в части, чтобы строиться. Напоследок Борис Дубровский попросил глав районов максимально использовать предоставленные бюджетом суммы. Губернатора несколько разозлил тот факт, что деньги, выделенные на квартиры для сирот, порой просто возвращают обратно федеральные и областные бюджеты. Для меня это дико звучит. Освоение денег. Вот я, конечно, должен вернуться к этой практике, осваивать деньги. До этих пор я все время их зарабатывал. И экономил. А тут освоить не можем. Оценить свои возможности и принять решение по этому вопросу губернатор попросил до конца марта. Наталья Хованская, Георгий Крысанков, СТС, Челябинск.